Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Марина Селезнева, координатор общества помощи бездомным животным. Лучшие друзья. Марина, здравствуйте! Предлагаю поговорить о том, что сейчас всячески идут разговоры. Хотелось бы верить, что не только разговоры в нашем городе по поводу того, что будет у нас наконец-то приют муниципальный для бездомных животных. Вы как человек, который, я думаю, всегда в теме. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас дела в этом направлении? Ну, сейчас администрация города везде пишет о том, что готовится план мероприятий по созданию такой муниципального приюта. Сразу хочется сказать, что пока все еще на уровне плана, то есть никаких четких позиций нет, нет точного времени содержания животных. На данный момент спланируется содержание животных до трех дней, но мы все прекрасно понимаем, что за три дня ни собачка, ни кошечка, будучи она даже очень хорошая, она не пристроится. Поэтому мы всячески стараемся общаться с администрацией, увеличивать эти сроки содержания животных. А, ну, я так понимаю, речь идет о том, что приют будет вместо лайки? Сейчас говорят о том, что на базе лайки хотят открывать этот приют, но зоозащитники и жители города, которые неоднократно видели, как животных убивает лайка, они, конечно же, против. И мы тоже стараемся о том, чтобы как-то эта ситуация изменилась. То есть получается, что люди, которые работают в лайке, которые сейчас отстреливают животных, которые, ну, наверное, специфические все-таки люди, которые могут там работать, они будут заниматься тем, что будут теперь держать этих животных, ухаживать за ними. Ну да, лайка существует более 20 лет, и люди, которые более 20 лет привыкли как бы легко расправляться с животными, они, конечно же, им будет очень сложно как бы перестроиться и начать гуманно отлавливать животных, содержать, ухаживать. Ну, в план входит то, что там будет ветеринарный врач, будут работники, то есть увеличенное количество работников, не как сейчас два ловца, то есть будет 4 работника. Будет также, мы были на совещании с администрацией и разговаривали на тему того, чтобы все-таки определять адекватность животных, потому что некоторых животных, как все прекрасно понимают, смысл держать нет. Мы адекватные зоозащитники, и мы понимаем, что диких стаев в городе быть не должно. То есть мы вообще в идеале хотим ввести программу стерилизации в наш город, чтобы животные все-таки оставались на улицах с какими-то опекунами. То есть многие животные живут на рынках, во дворах какие-то бабушки в частных секторах держат своих животных. Мы хотим, чтобы эти животные могли продолжать жить на улице, просто не принося никакого вреда окружающим людям, чтобы они были привиты, стерилизованы и продолжали жить. Ну это на самом деле нужно отдать должное. Сейчас практически в любом дворе кормят бабушки, люди добрые, кошечек, выносят мисочки, какие-то домики строят. Но действительно, что весна, лето, кошек становится все больше и больше, и, наверное, те же самые бабушки, но они не могут себе позволить в ряду тех причин, что просто деньги надо опять же тратить. Они и так их тратят на еду, чтобы стерилизовать этих животных, чтобы они не размножались и как бы жили себе спокойно, в принципе, в нормальных условиях. Но помимо того, что они размножаются, они же еще и болеют, многие жил закрывают, какие-то коммунальные службы, они закрывают кошек в подвалах и заварят их решетками. Сейчас с этим тоже идет очень много проблем, очень много обращений на наши горячие телефоны по поводу того, чтобы спасти кошек. И вот чтобы таких ситуаций не было, конечно, нужно стерилизовать этих животных и проще их пристраивать уже стерилизованными привитыми. А вот касаемо лайки, говорят, что им уже запретили отстрел и что уже обязали поставить себе вольеры для передержки. Ну да, вольеры для передержки уже куплены, об этом сообщено уже на сайтах администрации. Сейчас идет такой период плавного перехода от лайки-убийцы к лайки-приюту, так скажем. И животных, как обещают, уже и сейчас начнут отлавливать. Но, к сожалению, мы слышали про такие случаи сложные, но вчера вот уже был звонок от жительницы города, которая кормит уточек. Ей помешали три собаки, она позвонила в лайку, и лайки отказались приезжать и усыплять животных. Как вы считаете, Марин, ну вообще вот создание приюта, да, какого-то полноценного? Вот есть у нас лучшие друзья, которые борются там практически за каждую кошечку, да, за каждую собачку. То есть каждой кошечке, собачке, внимание, ее стерилизуют, за ней ухаживают, ее отдают в хорошие руки, причем, опять же, там никому попало, да. Вот, как бы есть вообще шанс, что будет полноценный приют муниципальный, где будут работать люди, которые, ну, в общем, будут заниматься тем же самым. Причем это не будут люди, да, там, из лайки, а люди, которые действительно будут вкладывать в эту душу свою, которые действительно будут любить животных. Да, мы очень надеемся, мы будем всячески этого добиваться, этот вопрос мы прорабатываем вместе с администрацией, нам предложили войти в рабочую группу. Но, к сожалению, по опытам других стран, других городов, пожизненно содержать животных, как мы, муниципальный приют не будет. Мы сейчас боремся за то, чтобы увеличить сроки от трех дней хотя бы, ну, пока вроде говорят о двух неделях, будут создавать сайт для пристройства, будут вводить программы в школах для того, чтобы дети, тоже приходя домой, рассказывали родителям о том, что кошечку можно не купить. У нас же есть и породистые животные, и кошки, и собаки, сейчас очень много породистых животных оказывается на улице. Это, наверное, как бы масштабное такое информирование людей о том, что вот это лучше, это дешевле, это гуманнее, вот спасти и взять оттуда. Мы очень надеемся, что это все-таки будет получаться у нас совместно. А, Марин, вот сколько лет уже существует общество на защиту «Лучшие друзья», и какие выводы уже можно, наверное, сделать, да? Какие-то выводы можно уже, наверное, сделать, как часто берут животных, берут ли вообще? «Лучшие друзья» существуют уже 6 лет, вот в феврале нам исполнится. Какие можно выводы сделать? Нам удалось спасти очень многих животных. Очень многих людей нам удалось просветить о том, что все-таки бездомные животные – это не мусор, это действительно жизнь, которую стоит спасать. У нас есть животные, которые у нас все 6 лет живут, то есть, к сожалению, у нас не всех животных собирают. И сейчас очень много людей прониклись о том, что нужно действительно стерилизовать и бездомных, и своих домашних животных, для того, чтобы случайно где-то на выгуле собачка или кошечка не принесло потомство. И вот акции всевозможные проводят «Лучшие друзья», да? Насколько знаю, в ближайшем будущем опять состоится какое-то мероприятие. Расскажите поподробнее. 28 февраля в Дворце молодежи, это «Нефтяник», в 15.00 пройдет благотворительный концерт «Помощь бездомным животным». Там будет театр танца 7+, наши друзья-заводчики кошек «Роскэт-клуб». Мы сотрудничаем с заводчиками, с хорошими заводчиками, с разведенцами заводчиками. Можно будет прийти абсолютно бесплатно, посмотреть разные породы кошек, потрогать там мейн-кунов, абиссинов, сфинксов. И что-то приобрести себе, полезный подарок к 8 марта, допустим, на нашей благотворительной парохолке. Все средства пойдут на помощь, на содержание наших животных, на лечение. А вот многие боятся братья животных с улицы, например, да, любят, ну не знаю, считается, что, например, если у тебя дома породистый кот, то это круто, да. Если у тебя дома кот уличный, то это, во-первых, не круто, а во-вторых, ну как можно доверять там коту с улицы, да. То есть он не будет ходить нормально в туалет, он будет там драть обои, ну и все в этом духе. Вот как вы считаете? Я думаю, что у вас уже большой опыт в таких делах. Да, но от того, что дерут обои некоторые животные, там не обязательно с улицы, не с улицы, это никто не застрахован, будет драть. На счет туалета также надо приучать. Уличные кошки, они обычно даже в этом плане не привыкли, там что-то закапывают всегда, поэтому быстро переучаются к наполнителю. Но единственное, любое животное, которое вы взяли с улицы, надо обязательно сначала принести к интернарному врачу, чтобы проверить на самые элементарные заболевания, которые передаются человеку. А так, круто-некруто иметь породистые и непородистые животные. У нас очень много выброшенных сейчас в городе породистых кошек, собак, очень много. Единственное, что если у человека есть желание воспитывать животное с котеночка и со щеночка, это сложно. Но взрослые породистые животные у нас бывают очень часто, поэтому нам можно позвонить, если у нас появятся. Ну, конечно, не хаски, голубые глазки, но стандартные породы, британцы, там овчарки, вот у нас это бывает. Их действительно выкидывают или все-таки теряют? Бывает по-разному. Бывает, что выкидывают, бывает, что специально как-то заводят, потом не рассчитывают силы, кому-то отдают и там уже выбрасывают. Бывает, что выкидывают и не ищут, вот, теряют, не ищут. Ну, очень разные судьбы. Вот на данный момент у меня дома живет котик-сфинкс, которого выбросили люди, потому что переезжали на новую квартиру. Им туда просто не разрешили взять животное. Они выпустили его в подвал осенью, в холод, и он там проживал. Ну, да. В общем, хочется пожелать всем, что были все-таки в ответе тех, кого мы приручили. Вам вот огромное спасибо от меня лично, я думаю, от многих за то, что лучшие друзья делают для животных. Ну и, конечно, хочется надеяться, что наше общество, в конце концов, станет действительно цивилизованным и гуманным. И напомню, в гостях у меня сегодня была Марина Селезнева, координатор общества помощи бездомным животным «Лучшие друзья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова